Самарские новости спорта В прошлом году крылья советов на этих соревнованиях заняли только четвертое место. В этом выиграли кубок Келлина. Команда установила рекорд в своей истории на этом турнире. В девяти матчах восемь побед и одна ничья. Миром разошлись только с Тольяттинской академией. В этом году я с ребятами как бы обсудил, настроил их на положительные эмоции, результат. И добились победы, результат, заняли золотые медали. Кубок Владимира Келлина разыграли второй раз. В премьерном турнире приз забрала Тольяттинская академия Коноплева. В этом году оставить себе кубок оказалось сложнее. В прошлой весной соревновались семь команд, в этом уже десять. Ребята играют с большим энтузиазмом, задором, с большим интересом и любовью к футболу. Это очень радует, очень радует, что у них такой огромный интерес. И они показывают очень хорошую игру. Я очень рада, что мы не забываем Владимира Келлина, человека, который очень многое сделал, как спортивный журналист, как президент Федерации футбола. Что его дело живет, футбол развивается в нашем регионе. Чемпионы-призеры мемориала Владимира Келлина получили заслуженные медали. Однако проигравших в этом турнире не было. Лучшие футболисты, нападающие полузащитники, защитники галкипера и бомбардиры получили индивидуальные призы. Это были новости спорта от Сергея Кезоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.